друзья всем привет сегодня у нас какое число воскресенье уже 17 марта на дворе ночь время 3 час сейчас мы выезжаем с нашей фотогруппой поедем в чан на колен всем кому интересно присоединяйтесь по дороге или по месту прибытия буду все рассказывать это просто небольшое вступление пазырмас и нас там он выезжаем всем раздали сухой паек в пакетиках булочки вот и сок такой нам еще дали сок и булочки время 6 утра мы приехали в чан на колену мы же едем сейчас на полуостров гелиболу вот и ждем перевод вы помните я снимала вам видео про чан на коле я ссылку оставлю вот там впереди наш отель расположен в котором мы останавливались здесь совсем недалеко это центр города получается вот а мы на набережной куле 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 отель по моему а там чуть подальше был наш отель отель или я сейчас уже за автобусы снимаю вот там справа там башни по моему часовая вот уже светает потихоньку так красиво время 7 8 час я снимаю из окна автобуса очень быстро светает я вышла из автобуса наш паром а это наш автобус гель гель конечно мы добрались быстро рассвело прям на глазах у нас остановка мы еще пока в автобусе у нас сейчас приглашают как красиво здесь все автобусы 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 с этой стороны моря и мы идем завтракать все автобусы я не знаю не знаю у тебя нет с этой стороны спасибо с этой стороны у меня тоже с этой стороны мы тоже с этой стороны Друзья, мы приехали на автобусе в городок с названием Эджиабад Он, я так понимаю, примыкает к городу Чанаккале То есть это не совсем город, а местность такая под названием Эджиабад Я сейчас на набережной нахожусь Если кто не знает, то в 1915 году здесь как раз в этом месте развернулось очень большое сражение 18 марта Очень кровопролитное, одно из самых кровопролитных сражений в Турции По-моему, ход его как раз-таки разрешил развязку Первой мировой войны И вот каждый год в этот день, 18 марта, день битвы при Чанаккале отмечается Видите, сколько автобусов сюда, туристических маршрутов едет Как мы добрались до сюда? Мы приехали на автобусе до города Чанаккале, до главной площади И на пристани сели на феррибот и через пролив Дарданелл Или как его правильно называть? Дарданелла, по-моему, да? В Турции не говорят Дарданелл, говорят Чанаккале-Буазы Ну вот как раз-таки в этих местах битва разворачивалась и на воде и на суше Вот такая у нас сегодня немногочисленная компания Еще, по-моему, кто-то есть, пара человек Да, еще, по-моему, двое или трое Дарданелла, по-моему, дарданелла, по-моему, дарданелла Дарданелла, по-моему, ghost Ts fianис Летян И воxt? Б pulling стежок господи Diese неб sangat господи Уrogen от opposite пот dep begin Переделла дий Т prossим солнцу Отimoтит Табьян'ın bir boneti Görünmekte O kubbe gibi görmüş olduğunuz Yüksek yerlere bonet Diyoruz 26 bonetten oluşmuştur Karşımızda görmüş olduğumuz Tabya'nın ismi Namazgah Tabyası Yelibolu Yarımadası'nın en büyük ve ana Tabyası Altyazı 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 Naradal Ne Altyazı Altyazı Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, мы сейчас туда направляемся Кстати, я вот сувенир себе приобрела И красную одну еще купила Домой приеду, мальчишкам подарю На память Аслан же тоже хотел ехать Мы очень долго решались Брать его или не брать Но перевесило то, что мы все-таки Ехали ночью, а он ночью у нас Очень плохо просыпается А вообще ему было бы интересно В следующий раз надо Обязательно с мальчишками съесться сюда Сегодня народу много Потому что завтра же день памяти Но вчера, говорят, было еще больше Потому что сегодня воскресенье А завтра понедельник рабочий день Друзья, это все братские могилы Братские могилы Потому что, видимо, здесь было Поле боя, скорее всего И вот захоронили, наверное Не по отдельности Не было возможности И вот теперь На каждой надгробной плите Несколько имен значится Посмотрите, сколько много Здесь огромное количество Этих надгробных плит Ой, какой классный мемориал Какой мощный Прям аж дух захватывает Камера не передает Вообще прям очень мощный Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я всегда девочку хотела Вот такая у меня красавица теперь есть Друзья, нас привезли на обед Мы сейчас будем кушать Вот, у всех горели мордашки Солнце сегодня яркое целый день Я даже вообще не подумала о том, что надо какую-то защиту на лицо нанести В общем, целый день мы гуляем И у всех, у всех лица красные от солнца Так, здесь мы будем кушать Чечевичный суп, аэра Всем приятного аппетита И еще вот такая есть Котлеты, рис и картошка фри Субтитры создавал DimaTorzok Гор bounces championship Исключительно собачим Исключительно Но美味 autor Это Руслеры Смотрим сувениры. Кофе. Ой! С шоколадкой. Мы снова приехали еще в одно место. Здесь тоже повсюду братские могилы. Далее мы посещаем мемориал прославленного 57-го полка Османской армии. В первые дни сражения притча на колей именно 57-й полк принял на себя основной удар британской армии. Полк в составе 3000 солдат и офицеров предпринял атаку на позиции противника, многократно превосходящего его по численности. Живых из этих 3000 остались всего лишь 260, но продвижение противника было остановлено. это самая высокая точка. Здесь проходил один из самых ожесточенных боев. Враги очень близко подходили друг к другу. Практически 7 метров расстояния между ними было. Если я правильно поняла, то вот это оборонительные окопы только в то время они были гораздо глубже. Очень высокие практически в человеческий рост, как и должно быть. Смотрите, как красиво. Какой вид открывается в ту сторону. Опять же, если я правильно поняла, в этом месте проходило последнее сражение, в котором Ататюрка одержал победу. Здесь на указателях написаны названия мемориалов, которые расположены в верхней части холма. Один из них, один из этих мемориалов, он посвящен событию, которое произошло в жизни предводителя Мустафа Кемали Ататюрка. Именно 10 августа 1915 года, во время вот этого самого последнего грандиозного сражения, Мустафа Кемаль, он должен был идти впереди и подавать своим соратникам условный знак в виде взмаха кнутом. И когда он это сделал, то произошло то, что ему в сердце попала пуля, и он это почувствовал. Но он не умер от того, что пуля попала ему в сердце, а спасли его часы, карманные часы, которые находились в его внутреннем левом кармане. И этот момент ранения предводителя заметил один из его соратников. И Ататюрк подал ему условный знак, приложив палец губам, чтобы тот не поднимал панику, потому что иначе это разрознило бы войско, и ход сражения мог бы повернуться совсем по-другому. Вот место, кстати, где его ранили и где часы распались на части. Дальше здесь у нас наблюдательный пункт Ататюрка. Сражение было, как я вам уже сказала, очень кровопролитным, но турки одержали победу. И вот здесь вот как раз таки со слов Ататюрка описывается то, что происходило как раз в то время. Друзья, мы едем домой. Если будет что-то интересное по дороге, буду включаться, а так на всякий случай попрощаюсь. Всем пока, до новых встреч! Мы на Фериботе, сейчас будем отчаливать в обратную сторону в Чанакале. Смотрите, как тут интересно. Швартуются кораблики. Чайки разлетались. Здесь палуба открытая, я поднялась. Классно. Классно. Смотрите. Люка. Классно. Всё кажется, как? Всеहуауухаgive你要 помочьěю, но на 100. Благопробу一定要 в этость. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон